И всем привет, ребят, с вами Старваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. И сегодня у нас на обзоре будет очень одно интересное устройство, которое, как нам сказали в анонсе, занерфили, на самом деле его апнули. И сегодня я вам покажу одну очень жесткую имбу, которая появилась с прошедшей уже пятницы. Да, помимо того, что у нас в игре произошло очень много не самых положительных обновлений, у нас появилось одно очень интересное устройство, вернее устройство уже было, но оно немножко видоизменилось за счет того, что теперь перезарядка этого устройства значительно быстрее. Ну и при этом, якобы оглушение у противника тоже очень и очень маленькое. Но, соответственно, если разработчики хотели сделать оглушение у противника очень маленькое, перезарядку они увеличили, если увеличили перезарядку на страйкере, то страйкер стал с этим устройством очень и очень интересный и жесткий. Сегодня мы берем вот такую вот замечательную комбину, паладин на страйкер. Если будем играть два боя, если первый бой будет с досрочкой, то во втором бою я возьму кризиса, а вот первый бой давайте мы сыграем на дефолтном бустере. Посмотрим, что у нас получится с ним, но я просто знаю, насколько жестко это работает с кризисом, комбинация, и насколько грамотно ее можно реализовать. А вот что у нас будет сейчас с бустером, я пока что не знаю. Но одно я знаю точно, то что очень и очень быстрая перезарядка сводки дает вам возможность набивать безумно большое количество киллов. И зачем это делать, я не знаю. Разработчики хотели занерфить это устройство, а по итогу сделали из него, как по мне, просто нереальнейшую жесткую машину-убийцу. Ну и я надеюсь на то, что сейчас у нас вместе с вами получится ее реализовать. К слову, нас запигивает на одну из самых приятных карт для этой пушки. Попробуем сейчас занять позицию где-нибудь на центре и попробуем покидать урончику. Я на паладине, как по мне, на лучшем корпусе для этой пушки. Ну и быстро с прожатием овердрайва попробуем сейчас поуносить противника. Вы видите, что противник стопится особо не сильно, но даже вот этот вот микростоп нереально, вот поверьте мне, нереально жестко бесит любого. И вот так вот вы аккуратненько сводитесь по противничкам, стопите, при этом даете больше тысячи урона. Резистов от страйкера, как правило, большого количества нету. Вы даете аккуратненькую сводочку. Также можете в моменте дать критический урончик, очень и очень с приятными цифрами. И, соответственно, уничтожаете очень просто оппонента. Надеюсь, что эту каточку мы как раз таки сейчас, после всех этих слов, очень хорошо сыграем и продемонстрируем все на деле. Я буду играть больше от центра, да, мне более выгодно занимать такие позиции, где мне не будет залетать большое количество урона и где противник будет ехать на меня. То есть, вот, например, сейчас хоречек пушит. К слову, хорек условно вот такой вот. Это ваншотный танк, если у него нет брони. Соответственно, вы можете очень сильно контролить таких молодых людей. И, вот, например, по Вулкану. Вулкан так вообще будет с постоянно со сбитым корпусом, со сбитой пушкой. И он не сможет вообще дамажить. Да, то есть, вот Вулкан это одна из тех пушек, которая очень дико контрится вот этим страйкером. Прям нереально жестко. У нас уже 7 килов. Ну, неплохое начало. Давайте, может, даже и здесь постоим. Тоже хорошая позиция. Сверху открывается очень большой обзор. Я вижу, что падает овердрайв. Поэтому давайте лучше на него выдвинемся, если сейчас тиммейт не заберет. А он, по идее, не забирает. Да. Забираем. Раздаем. Ну и пробуем. Наверное, давайте попробуем даже чуть агрессивнее сыграть. Все-таки у меня овер есть. Периодически можно и не только сводкой наносить урон по оппоненту. Можно также добавлять простой выстрел. Потому что простого выстрела кулдаун после сводки побыстрее будет. Поэтому здесь вы можете тоже комбинировать. Вот, например, сразу после сводочки давать такой быстрый оперативненький выстрелочек. Он будет где-то на 0,5 секунды быстрее, чем вторая последующая сводка. Но все равно для меня, как игрока, который знает, какая должна быть перезарядка у страйкера, это обновление и это устройство теперь выглядит чем-то нереальным. Прям вообще нереальным. В матчмейкинге чересчур маленькое количество игроков по сей день знает о этом устройстве и о том, что оно творит вообще в принципе. Поэтому у вас есть отличная возможность поиграть на нем, покайфарить, понаваливать. Ну и не знаю, честно, насколько долго оно продержится, как по мне. Но его хотели донерфить, а его еще и больше апнули. 17 киллов у меня уже есть за 4 минуты такого боя. Вчера у меня в катке за примерно такое же количество времени, ну может чуть-чуть больше, да, за 5 минут, было на этой карте в ЦП 30 киллов. То есть, по сути, я в бою мог пойти на... Ой, я думал, что у меня уже урона нету. Я мог пойти на 90 киллов за бой. 90 киллов. Вот вы просто представьте, 90 киллов вот с такой вот комбинацией. При том, что здесь, ну это... Это не дистанционный подрыв ракет. Здесь особо ничего сложного нету. Вы просто стоите, сводитесь по оппоненту, зажимая кнопку. Ракета у вас с 99% вероятностью летит в противника, потому что, ну, у вас как бы идет сводка, и даже если противник там меняет траекторию, то ничего, по сути, не происходит, и вы спокойно его контрите и уничтожаете. Плюс еще вот этот микро-стоп дополнительный, который происходит, он очень жестко деморализует противника. А если деморализует, то еще и где-то в моменте может... Может не дать противнику выстрелить, да? А если он не выстрелит, вы засейвите тайминг и еще навалите, да? Ну и плюс ко всему прочему, иммунитетов от оглушения у нас в матчмейкинге очень и очень мало. Соответственно, это устройство будет работать еще приятнее. И я вот, наверное, скажу, что это одно из немногих устройств, которое сейчас может напрямую дать конкуренцию Тесле. Да, то есть Тесла сейчас у нас объективно самая простая и самая больно накидывающая пушка, да? Вне зависимости от того, есть резисты от нее, нету резистов от нее. И вот этот страйкер, как по мне, может сейчас с этой Теслой Панк конкурировать. Мне он, честно, очень сильно нравится, но я думаю, что со временем он мне просто поднадоест. Но пока, да, то, что он показывает, это безумно жесткие цифры. Прям безумно жесткие цифры. 32 килла у меня уже за 6 минут боя. При этом мы выигрываем и очень хорошо выигрываем. Да, и я думаю, что мы сейчас вместе с вами после этой катки сыграем еще один бой, только уже в режиме ТП. и возьмем вместо бустера возьмем Кризиса, да? То есть я очень сильно хотел бы посмотреть, насколько, ну я в принципе и так понимаю, да? Но чтобы вам тоже было это понятно, насколько сильно отличается бустер от Кризиса с этой комбинацией, да? И насколько сильно Кризис помогает, как по мне, добираться, во-первых, до противника очень быстро, и, во-вторых, иметь большее количество урона с этой комбинацией, да? То есть для Паладина в целом и для пушки-страйкера с обездвиживающими боеголовками. Так, ну и нам осталось всего лишь здесь 25 килов, у меня 38. Криты прям очень сочные, прям вообще максимально прекрасно залетает, очень достойно. Поэтому пробуем сейчас быстренько-быстренько закончить эту катку и уже отправиться в поиск какой-нибудь цпшечки, на которой, мне кажется, что у нас может получиться еще более удачный результатик. Так, происходит лак, не совсем приятный, ну ладно. Докидываем, докидываем, добавляем. Хорошо, хорошо, здесь можно и без сводки было выдать. Да, иногда, если вы понимаете, что вы можете нанести урон по противнику, он там, например, прячется за укрытием, да, при этой сводке, да, то есть вот, например, сейчас эта Вика Смока довольно грамотно сыграла, то вы можете и без сводки быстро выдать выстрел, нанести урон, уничтожить и вывеси. То есть даже и не думать о том, что вам там надо свестись, чтобы наносить какой-то урон по оппоненту. Можно и быстро самому накинуть. 43 килла. Да, 2 килла уже до конца, то есть, ну, по сути, за 9 минут 43 килла в ТДМ бою и 7000 кристаллов. Очень хорошие цифры. Ну, а теперь возьмем давайте кризиса и посмотрим разницу. За 9 минут 43 килла. Запомнили? Запомнили. Надеюсь на то, что сейчас получится реализовать максимум. Просто максимум. Я знаю, что кризис далеко не у каждого имеется, но для всех тех ребят, у которых есть этот дрон, и, возможно, которые не так часто его используют, не так много на нем играют, я покажу, как его можно с этой комбиной очень круто реализовать. По сути, все примерно то же самое, что и на бустере, только здесь у вас есть возможность вот этого вот замечательного переключения расходки. Если вас кто-то дамажит, вы перешли на ДАшку, не дамажит, ДДшку бустанули и сразу накидочку. К слову, карта большая, она идеально, как по мне, подходит для вот такого страйкера. Главное, чтобы противник здесь чуть больше на меня выпушивал, и тогда будет вообще все бомбически у нас получаться. Видели, рельса хотела выстрелить, оглушение, рельса слетела в кулдаун. Вот так вот мы и работаем сейчас с этим замечательным страйкером. Ну и цифры, вы видите, да, насколько приятнее вылетают у нас с бустером, с кризисом, с кризисом. 4 кила есть. Ну, наверное, давайте, да, слева здесь будем больше стоять. Будем больше контролировать левую зону. И уже от нее урончик накидывать. Мне бы, конечно, было бы очень неплохо, если бы мне бы сейчас помогли бы вот эту зону забрать у оппонента. Здесь бы я бы пожил бы и покидал бы. Космака там стоит, конечно, в позиции неплохой довольно-таки. Но нас переигрывают, нас переигрывают. И это очень сильно видно. Так. Еще добавочку. Ну, пока, если честно, если так сравнить, да, то есть противник, где который наносит урон, бустер смотрелся бы поинтереснее. Да, то есть если бы по мне бы никто не накидывал, то понятное дело, что кризис сейчас бы показал бы хороший результат, но видите, сейчас противник дает хорошее сопротивление. И уже в моменте этот кризис, ну, я бы не сказал, что так круто работает. Да, то есть тут противники постоянно на ДАшках. Мне где-то лучше аккуратно переключиться. Опа, хоппер прыгает, нифига себе. Круто. Ну, вот сводка, например, у него вообще не будет так работать, как он думает. То есть ты будешь просто его уносить. Ну, вот сейчас с пробитием тоже было бы очень неплохо, если бы мы... Ай! Хотел сказать, если бы мы поехали бы на противника. Но! Прилетела гауссосводка, рельсодобавка, и я ушел на респ. Поэтому здесь все-таки надо тоже контролировать свою расходку. Я думаю, что очень неплохо бы тоже смотрелась бы эта комбинация с ловкачом. Да, мне вот кажется, ловкач тоже бы очень неплохо мог бы работать. Но, на мое удивление, в этой каске с кризисом я бы не сказал, что все так идеально, да? То есть, может быть, даже бустер бы сейчас бы показал бы себе попрекрасней. О, противник взял иммунитет от оглушения. Окей, я понял. Видите, насколько даже можно забесить типов, что они берут иммунитет. Ну и резистов не сказать, конечно, что много, но потихонечку, потихонечку резисты от страйкера появляются. Вы видите, да? Постоянный тип садится. Садится на землю на своем летающем корпусе. Он ничего не может сделать. Ну, просто ничего. Что ты будешь делать? Если ты один в один выходишь с таким страйкером, то, ну, он тебя просто хавает. Просто хавает. Жестко хавает. Да, давайте попробуем бустер одеть. Может быть, реально бустер сейчас покажет нам безумно крутой результат. Если это так, то я скажу, что бустер даже оказывается лучше. И я особо в этом плане не прав. Да, то, что... Ну, в принципе, и так понятно, что лучше иметь две расходки, я имею в виду и ДА-шку, и ДД-шку, одновременно, нежели кто-то одно, если противник вас хавает, да? Если вас никто не выпупшивает, вы себя комфортно чувствуете на карте, может быть, и с одним расходником, с повышенным, да, у вас будет все хорошо получаться. Но в таких катках, где по вам летит, и летит не кисло, тут, конечно, выбирать... не приходится. Здесь нужно просто брать, чтобы у вас была возможность иметь сразу дополнительный резист. И тогда уже от этого полноценно отыгрывать. Но карта хорошая. А по команде ощущениям не завезли. Давайте пробовать хотя бы точку захватить, но здесь уже противник лично близится к завершению боя и к своей победе. Пару уши залетел, вот видите, да? То есть с обычным страйкером такой выстрел я бы вряд ли попал бы. За счет того, что вы даете сводочку, такие выстрелы очень не кисло залетают. Прям очень не кисло. 16 килов. 16 килов за 6 минут. Но это печально. Это печально. Это печально, когда очень важно на таких вооружениях жить. Очень важно жить. И если вас уничтожают, то понятное дело ничего хорошего из этого у вас не выйдет. Одна точка у нас есть под контролем. Попробуем сейчас мост отфокусить. Мост отфокусить. Ой-ой-ой. О, против такой же самый страйкер появился. Человек переоделся на него же. Жестко. Но у нас к сожалению эта катка не пошла. Но в общем и целом я думаю, что вы поняли принцип работы. Еще мы катку одну играть не будем. Если, 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 ну в принципе наверное здесь в такой катке на любом другом вооружении тоже было бы очень-очень тяжело, потому что матчмейкинг иногда не завозит хорошие бои, завозит плохих тиммейтов и там соло уже конечно тяжело что-то сделать. ну а в хороших боях вы видите что происходит и я думаю, что как я уже и сказал что есть определенные бои и ситуации когда этот страйкер будет себя показывать намного намного интереснее чем даже Тесла. Ну тем более с новыми статус-эффектами которые появились ну вернее не статус-эффектами устройствами со статус-эффектами на Теслу то есть они стали такие себе а вот этот вот страйкер явно достоин вашего внимания попробуйте потестируйте поиграйте вы удивитесь честно я когда мне сказали возьми попробуй я офигел реально офигел поддерживайте видос лайком подписывайтесь друзья на канал если вы еще вдруг не подписаны нажимайте на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу возможно у вас есть какие-то еще вооружения которые вы бы хотели увидеть в ближайшее время у меня на этом все всем спасибо и всем пока